Всем привет! Сегодня, ребята, мы продолжаем рубрику сок из экзотики. Я, честно говоря, думал, что сегодня буду выжимать сок из дуриана. Но я так понял, что вам это неинтересно, потому что под роликом про сок из петахаи мы не набрали 50 тысяч лайков. Ну и, честно говоря, большое спасибо, что не набрали, потому что я не очень-то и хочу покупать этот вонючий дуриан. Фу, он же ж вонючий. И не надо больше ставить лайки под тот ролик. Ставьте лайки под этот ролик, потому что сегодня я купил один очень интересный фрукт, который называется рамбутан. Нет, не орангутанг. Хотя, если наберем 50 тысяч лайков под этим видео, я поймаю орангутанга и выдавлю из него сок. Шутка, конечно же. Но сначала, ребята, я хочу провести один интересный эксперимент с моим любимым и не раз уже испытанным ридер-покетбуком Аква. Бывало, я заливал его краской прямо во время чтения, а бывало, пачкал едой и напитками. И потом спокойненько себе мыл с мылом и купал. И ничего с моей читалкой не происходило. Но сегодня Покетбук ждет жесткий краш-тест в стиральной машине. Покетбук Аква пройдет испытание стиркой с порошком и грязной одеждой. Самое главное, смогу ли я дочитать Анну Каренину после этой стирки? Сейчас мы это узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, ребята, фаталити? Нет, смотрите, открываю свою книгу и могу читать дальше. Да, Покетбук Аква самый непотопляемый ридер в мире. Такой герметичности и защиты нет ни у одной другой электронной книги, ни у одного другого производителя. И все фишки Покетбука на месте. И абсолютно безвредный e-ink экран, который не мерцает и не бликует на ярком солнце, как экран смартфона. Совершенно безопасное для глаз чтение. Безопасное и максимально комфортное. И все форматы книг читает Покетбук. И самое главное, Покетбук работает на одном заряде батареи два месяца. Куда уж там смартфоном, который до вечера не дотягивают. И фирменная гарантия на любой Покетбук аж 3 года, а не год, как у любых других марок. Ну и плюс бесплатная доставка по всей России. Все это только при покупке на сайте производителя. Ссылка на сайт с Покетбуками в описании. Итак, вот здесь находятся рамбутанчики. Давайте-ка откроем этот пакетик и посмотрим, как они выглядят. Вот сейчас прям возьму вот так вот и высыплю их сюда. Смотрите. Ребята, посмотрите, что это такое. На что это похоже. О, так, поближе. Что это? Вот сразу напишите в комментариях, что вам напоминает вот этот вот необычный веселый фрукт. А, блин, ребята, здесь какой-то паук. Смотрите, экзотический паук. Вон, привезли из Таиланда. Да, блин, а вдруг это какой-то каракурт. Да нет, какой-то он слишком маленький. Ладно, пусть ползает. Итак, на чем мы остановились? А, на что похож этот фрукт, этот рамбутан? Написали в комментариях? А теперь я вам скажу, на что он похож. Он похож для меня лично. Либо на какой-то репейник, ну, слишком большой. Либо, знаете на что, либо на каштаны. А еще он похож на такой конструктор. Помните, такой был репейник, как-то он на банчем, что ли? Ну, как-то так он, помните, назывался? Такой конструктор. Тоже вот так можно было склеивать его и делать какие-то штуковины. Кто помнит, как это называется, напишите в комментариях. Я что-то все позабывал. А вообще, ребята, он немного страшненький. Если бы я оказался на каком-нибудь необитаемом острове, и там бы повсюду росли вот такие вот стрёмные фрукты, то я бы, наверное, даже не решился их есть. И, наверное, бы умер с голоду. Итак, ребята, вот такой вот он необычный, этот фрукт. И сейчас мы его откроем и посмотрим, как он выглядит внутри. Попробуем его, потому что я буду пробовать его первый раз в жизни. Снова загадываю желание. А потом мы сделаем из него сок, бросим его в нашу соковыжималку и посмотрим, что из этого получится. Итак, давайте попробуем распаковать одну штуковину и посмотреть. Блин, этот паук меня достал. Смотрите, вон он, вон он ползет. Я его боюсь. Иди отсюда. Жесть. Еще ночью заползет мне в ухо и отложит там свои яйца. Аж страшно стало. Ладно, не будем отвлекаться. Итак, блин, что-то мне очкует. Какие-то, может, пауки. Ладно. Будем распаковывать, значит, как вообще есть этот рамбутан. Значит, берете ножичек и вот так вот, значит, по кругу, значит, или хотя бы немножечко, не по кругу, вот так вот отрезаете. И затем, смотрите, так берете и смотрите. Опля! Необычненько, правда? Внутри такая белая штуковина. Желудь такой, да? Кстати, растут они в Таиланде и говорят, что в Таиланде они как яблоки. То есть, их вообще немерено. И такой, знаете, это таиландский желудь. Таиландский волосатый желудь. А еще можно делать вот такую, смотрите, шапочку. Паричок. Так, давайте его дораспакуем обратно. Просто вот так вот отрываете и внутри такое яичко получается, да? Значит, эту штуку можно кушать, но внутри здесь есть косточка. Давайте так распилю сейчас и покажу вам. О, довольно сочный какой-то. Давай, отрывайся. О, смотрите, вот такая штуковина. Только, что это такое? Почему-то косточка прилипает к мякоти. Я вот смотрел видео, где разрезают эти рамбутаны, и там косточка легко отделялась. А у меня же какой-то бракованный фрукт. Смотрите, у меня почему-то косточка прилипла вот частично к мякоти. Блин, она твердая, она несъедобная вообще. Ладно. Его нереально оторвать, ребята. Оно сильно прилипло. Ну, ладно, попробую так. Надеюсь, что я не умру. Пробуем. Эта косточка реально прилипла и невкусна. Ну, что же, ребята, в принципе, если бы не эта прилипшая косточка, то довольно-таки интересный вкус. Как виноград. Вот просто такой, знаете, белый виноград. Белый виноград не очень сладкий, но такой, знаете, обычный на вкус. Я думаю, что сок должен получиться. Кстати, вот если взять какой-то суперспелый, наверное, да, посмотрите, он прям здесь вот такой шов есть, и он прям по нему раскрывается. То есть даже не нужно резать ножиком. Оп. Класс. И такая вот внутренность получилась. Выглядит красивенько. Да, вот так вот начистить целую тарелку, и будет тарелка перепелиных яичек. Итак, приступаем к очистке рамбутана. Итак, заканчиваем. Осталось уже буквально 4 штучки. Кстати, я уже научился их чистить даже без ножа. Просто берете вот так вот, сжимаете, он раскрывается, и все, вынимаете. Еще пока я чистил, знаете, у меня такая мысль возникла, блин, ну почему у нас каштаны вот так вот нельзя брать и есть? Было бы очень прикольно. Ну что за несправедливость, да, в каком-то Таиланде, понимаешь ли, вот эти всякие интересные фрукты, там петахаи, там рамбутаны, всякая такая фигня, полно всего. А у нас очень мало съедобных фруктов таких прикольных, там яблоки, винограды, блин, все. Просто несправедливость. Итак, вот смотрите, я начистил целая тарелка таких вот перепелиных яичек. Да, и здесь, кстати, видите, насыпалась вот этой вот шелухи всякой. Нужно сейчас пойти промыть их водой, чтобы они были чистенькие. Итак, рамбутаны наши помытые блестят, как и яйца. Теперь задача номер два, повытаскивать отсюда эти ненавистные косточки. Ну, блин, они еще вот это вот прилипают почему-то. Они не должны прилипать к этой вот, к мякоти, а они почему-то, смотрите, прилипают. Ну ладно, я думаю, что я справлюсь с этой задачей. Да, ребята, я, честно говоря, подустал чистить эти рамбутаны. Они очень плохо чистятся. Ну, я не знаю, может быть, я уверен, что так не должно быть. Просто косточки прям прилипшие. Ну, а еще они и скользкие, такие, знаете, желеобразные. Очень тяжело отрывать. Ну, я не знаю, может быть, я не прав. Кто пробовал раньше, ел рамбутаны? Может, кто-нибудь живет в Таиланде там сейчас и знает? Напишите в комментариях, так должно быть вообще или нет? Посмотрите, они просто ужасно тяжело отрываются. Ну, я, честно говоря, надеюсь, что у нас же здесь в соковыжималке есть сеточка. И надеюсь, что вот эти вот внутренние части, они останутся в середине в соковыжималке. Все, по-моему, я тут перечистил. И приступаем к соковыжиманию. Проверочка. Все работает. Давайте засыпем всю эту мякоть. Прямо, ой, блин, все мимо. Сюда все это забросим, а потом включим, и потечет у нас сок рекой. Как вам идея? По-моему, прикольно. Чем потом бросать по чуть-чуть. Будет гораздо интереснее. Итак, стаканчик подставляем и включаем. Погнали! Такс, по-моему, мне кажется, что оно все вылезло в отходы, а сока не так уж и много. Бывает такое. Я уже встречал не раз, когда фрукты вроде сочные, но сок отдавать не хотят. Давайте еще раз высыпем его, прогоним, так сказать, еще раз через соковыжималочку. Погнали! Ну что ж, я думаю, достаточно выключаем, и такой вот получился у нас белый сок. Если честно, не очень много. Смотрите, какая гора у меня вот этих вот лужпая, кашметок. Сколько получилось отходов и как мало сока. Я думал, что будет больше. Выливаем. О, тут еще какая-то желешка. Смотрите, просочилась. Это еще не весь сок. Ладно, сейчас включим. Может быть, он так... О, пошел-пошел! А, это все. Такое белое молоко, ребята, у нас получилось. Знаете, что с виду напоминает кокосовое молоко такое, да? Пахнет приятно. Будем пробовать, что же это за сок. Напомню, что сами плоды мне показались похожими на виноград. Такой, знаете, белый виноград. А какой будет сок, я вам сейчас скажу. А сок, ребята, похож не на виноград. Он что-то такое, не знаю, как будто мультивитамин какой-то. Немного привкус винограда есть какой-то. Но какой-то, знаете, как будто смесь. Манго, виноград, яблоко, ананас, что-то вот такое вот. Но вкусно, ребята. Сок, кстати, более сладкий, чем вот сами плоды. Плоды я пробовал, такие, знаете, водянистые. Сюда вышел весь сахар, вся сладость. Класс! Вкусно! Но и сами плоды по себе тоже вкусные. Ну, потому что сок делать невыгодно. Смотрите, сколько тут мякоти. Практически вся мякоть сюда вышла. Но сок получился. И это означает, что из рамбутана можно делать сок. Ну, что же, ребята, обязательно присылайте названия новых экзотических фруктов, которые вы бы хотели, чтобы я купил и попробовал их на вкус, а также попробовал выжать из них сок в нашей соковыжималке. По-моему, очень крутая рубрика. Будем продолжать. Ну, а на сегодня все, ребята. Всем большое спасибо за внимание. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok